Будущее Волги зависит от клязьмы. Проект реконструкции щелковских межрайонных очистных сооружений разрабатывался в рамках приоритетного проекта сохранения и предотвращения загрязнения Волги. Публичное обсуждение результатов многолетней работы инженеров прошло в назначенный день в администрации муниципалитета. Заказчиком проекта выступило руководство очистных сооружений, госпредприятие, коммунальная система Московской области. Экологи и работники водопроводно-канализационного хозяйства преследовали цель сократить сброс загрязнений в реку. Задачей реконструкции является в первую очередь модернизация и увеличение производительных сооружений для обеспечения дальнейшего перспективного развития всех муниципальных образований. С одновременным повышением качества очистки стоков и внедрением современных методов обработки осадков. Проектирование выполнила группа компаний ЕКС при участии Государственного института Ленгипроинжпроект, специалисты которого ранее рассчитали полный комплекс инженерных сетей, дорог, благоустройства по уличным проездам промзон Санкт-Петербурга. При проектировании щелковских очистных применены технологические решения, полностью соответствующие критериям наилучших доступных технологий строительной и коммунальной отрасли. Реконструкция будет выполняться в три этапа, каждая в отдельности принесёт ощутимый эффект. Проектными решениями по реконструкции предусматривается демонтаж существующих сооружений на площадке МБО-1 и МБО-2 частично, строительство КНС, канализационной насосной станции на площадке МБО-1 для переброски стоков на площадку МБО-2 и строительство новых сооружений на площадке МБО-2. Сегодня на станцию очистки в сутки поступают 300 тысяч кубометров стоков. Новые сооружения будут очищать на четверть больше. Реконструкция планируется в три этапа без остановки производства. Поочерёдно перестроят комплексы производительностью 200 и 120 тысяч кубометров, на выходе которых построят узел обеззараживания стоков. Его основа – ультрафиолетовая установка. Она будет очищать воду до значений, допустимых сбросу в реки первого рабо-хозяйственного значения. Проектом предусмотрен индемонтаж иловых карт – основного источника неприятного запаха. На их месте запустят новую линию биологической очистки на 80 тысяч кубометров в сутки. Это будет третий и заключительный этап реконструкции. Сами очистные сооружения уменьшатся по площади, но станут более эффективными. По результатам реконструкции очистных сооружений и других мероприятий в поздравлении реки, крупнейшая российская река Волга станет чище 9 раз. Такую цель ставят представители Минприроды в своём проекте «Оздравление Волги». На публичных слушаниях проговорили вопросы, поступившие от жителей. Какие наличие технологии применены в правилке? Это двухэтапная механическая очистка. Существующую межрайонную систему водоотведения специалисты считают уникальной. Ею пользуются пять муниципальных образований, общей численностью населения в 700 тысяч, а местоположение станции, куда приходят канализационные стоки, самым удобным, так как находятся в промзоне, удалённой от жилья. После того, как своё слово скажут эксперты, за проект возьмутся строители. Если не принимать во внимание время, необходимое на заключение контракта, на реконструкцию потребуется примерно 32 месяца. Михаил Налётов, Станислав Беляев, телерадиокомпания Щёлково.